Девушки отдыхают Она бессвязно бормочет, поёт. Я не знаю, что с ней происходит. Боже мой, это невозможно. Сколько несчастий. Не переживай, Иране. Мы не пожалеем ни средств, ни сил, чтобы мортирию поправилось. Спасибо, дедушка. Я знаю, что могу рассчитывать на вас. Что там с этим врачом? Почему он не выходит? Он там уже целый час. Нет, нет, прошло не так много времени. Просто ты нервничаешь. Да, верно. Этот кабальер прав. Успокойся. Не знаю, воспринимать это как комплимент или как насмешку. Что с тобой? Человек, обезьяна, тарзан или как тебя назвать? До каких пор я должен терпеть твои дерзости? Хватит. Дон Патрисио, думаю, я выполнил свою миссию. Ради вас, ради семьи. Так что я ухожу. Что касается тебя, Селеста, я очень рад, что внес свой вклад в твое счастье. Я делаю это часто. Раздаю счастье. И хоть ты меня и не поблагодарила, неважно, пусть другие пожинают плоды моих успехов. Моя миссия выполнена. Я ухожу. С вашего позволения. Всего хорошего. Это называется триумфальным уходом. Поаплодируем. Мне это не кажется остроумным, сеньор. Манауре, ледесма, сеньор, я вам уже говорил. Хоть и понимаю, что в вашем возрасте все быстро забывается. Ледесма, не хами, научись уважать. И aprendи респетать. Извините. Доктор, пожалуйста, скажите, как мама? К сожалению, возникло непредвиденное осложнение. Сеньора Мартирио не в себе. И, честно говоря, мы не знаем, что это вызвало. Лекарства, которые мы ей даем, они не имеют побочного эффекта, и тем более такого характера. Пожалуйста, скажите, что с мамой? Да, сеньор, говорите ясно. Пока мы не поставили точный диагноз, мы за ней понаблюдаем, и только после этого сможем сказать, либо это нечто приходящее, или это психическое расстройство. Дедушка, обещаю, я ни на минуту не отойду от мамы. Вы можете оказать мне услугу? Сказать дома, чтобы там все приготовили к ее возвращению? Не беспокойся, Иране. Мы проконсультируем все у других врачей, если понадобится. Также наймем ей медсестру. Иране, позвольте вам сказать, вы заблуждаетесь, если думаете, что я доверю вам маму. Она будет жить со мной в пансионе, понятно. Какая же вы эгоистка, Селеста. Почему вы хоть немного не подумаете о маме, вместо того, чтобы думать только о себе? Вы посмотрите, кто это говорит. Иране, черт возьми, не заставляйте меня вдаваться в подробности, потому что вы окажетесь не в лучшем свете. Успокойся, Селеста, подумай. Она ни в чем не будет нуждаться. У нее будут все удобства. Все верно, но у нее не будет меня. Я ее дочь, и я ее люблю. На что вы намекаете? Что я не люблю маму? Разумеется, я ее люблю. Она меня вырастила. Она меня любит, как будто сама меня родила. Да, Иране. И сейчас вы думаете об этом? Не смешите, пожалуйста. Вы плохо справляетесь с ролью благодарной доченьки. Лицемерка. Вы видите, она на меня нападает. Так вы ни к чему не придете. Сейчас самое главное – Мартирио. Она самая главная. Именно поэтому они должны быть вместе. После такой боли и такой разлуки несправедливо снова их разлучать. Тебе никто не давал свечу на этих похоронах. Ты все подгоняешь под себя. Или ты ищешь снисхождение. Тебе больно, что я выиграю там, где ты проиграл? Хватит, сеньоры. Если вас так можно назвать. Потому что вы себя ведете неподобающим образом. Сейчас не время и не место. Так что приберегите свое оружие для другого случая. Достаточно, Иране. Нам лучше уехать отсюда. Поехали, Сантьяго. Нет, дедушка. Как вы можете просить меня об этом? Иране, тебе здесь нечего делать. Или ты этого не поняла? Да, Иране. Поехали. Так будет лучше для всех. Что касается тебя, неразумная девчонка, однажды ты пожалеешь о том, что делаешь. Твоя гордость не может быть превыше благополучия, мартирио. Жаль вас разочаровывать, Дон Патрисо. Но я знаю, что никогда не раскаюсь в том, что делаю. И делаю я это ради мамы, ради ее благополучия. А что касается гордости, не думаю, что именно вы должны говорить об этом. Нет, только не вы. Думаю, больше не о чем говорить. Визит закончен, Синьорита. Прошу. Иранея. Иранея. Сантьяго? Куда ты пойдешь? Твоя мама в больнице. Сегодня ее выписывают. Мы должны поехать за ней. Я пойду завтракать и жду тебя. Я приехала за мамой. Вы поедете со мной, мама. Вы что, оглохли после того, как вышли замуж? А может, вы сходите с ума? Я вчера ясно сказала Иране. Мама поедет со мной. И куда вы отвезете маму? В этот грязный свинарник? Этот свинарник, как вы его называете, был вашей первой крышей, когда вы приехали в Каракас. Это дом тети Кунсуэла, и она будет жить со мной. Разумеется, там у нее не будет удобств. Но будет то, чего вы не сможете ей дать. Любовь и хороший уход. Вы что, не видите, в каком она состоянии? Ей нужна медсестра, которая бы ее кормила, давала лекарства, мыла. Откуда вы возьмете деньги? Вы живете в нищете. Это не ваша проблема. Я найду деньги. Нет, это также и моя проблема. Она моя мама, и у нее есть семья. Девочки, девочки, не ссорьтесь. Это некрасиво. А то волшебники не принесут вам игрушки. А вы, как оловянный солдатик, стоите там и молчите. Вы видите, она не в своем уме, Селеста. Ей нужен врач. Насколько я знаю, вы не работаете, где вы возьмете деньги. Или, может быть, вас содержит ваш таинственный кавалер? Он дает вам деньги. Повторяю, это не ваша проблема. Но позвольте сказать одно. Я ни от кого не завишу. Чтобы содержать маму и себя, у меня есть руки, и я могу работать. С тобой? Да. С тобой? Нет. За тебя я выйду замуж. Нет. За вас ни за что. Видите? Она выбрала меня. Как она может выбирать, если она не в своем уме? Иране, будь благоразумной. Очевидно, что синьора Мартирио хочет пойти с Селеста. Успокойся. Видите, какой она становится? Вам не надоело ее мучить? Вы только делаете, что заставляете ее страдать. Оставьте нас в покое. У вас своя семья. Отстаньте от нас. Мама, успокойтесь. Добрый день. Черт, ранние визитеры. Вы готовы? Да, мы готовы. Но, Манаура... Ни о чем не беспокойся. Я расплатился за больницу. Спасибо. Представляешь, дорогой. Синьор покрыл все расходы. Ты понимаешь? Подумай, во сколько это обойдется бедной Селесте. Она же должна расплатиться с синьором. Я тебе этого не прощу, Сантьяго. По твоей имени мама не приехала сюда. Ты голову потерял из-за Селеста. Что за тон? Я поступил справедливо. Она сама должна была решить. Как она может решить? Ты что, не видел, какая она? У мамы плохо с головой, Сантьяго. Она не понимает, что делает. Ей все равно, кто ее заберет. А ты вручил ее Селесте. Все, успокойся. То, что синьору Мартирио забрали в пансион, вовсе не значит, что ты больше никогда ее не увидишь. Как видно, ты ее не знаешь. Не знаешь, кто такая Селесте. Она счастлива только, когда видит, что я страдаю. Я начинаю думать, что это ты сходишь с ума. Так что успокойся и давай войдем в дом без криков. Идем. Конечно. Ты всегда защищаешь ее. Всегда на ее стороне. Какие прекрасные отношения. Я тебе этого не прощу. Ты обещал, что сделаешь меня счастливой, меня и ребенка. Но как только появилась Селеста, ты тут же забыл о своих обещаниях. Нет, Иранья, не заблуждайся. Мои чувства к Селесте не имеют никакого отношения к этому. Просто я поступил справедливо. Справедливо. Ради Бога, Сантьяго, ты добренький со всеми, кроме меня. Дорогой, я хотела, чтобы мама была со мной, помогала мне при беременности, чтобы радовалась внуку. Иранья, оставь эту мелодраму. С каких это пор у тебя такая любовь к матери? Не нужно играть роль беззаветно преданной дочери. Сантьяго! Не могу поверить Иранье. Не могу поверить в этот неожиданный интерес к матери. Даже не стал ее искать, когда она появилась по телевизору. Я начинаю думать, что за этой заботой раскаившейся дочери скрывается что-то другое. Раскаившаяся? В чем? Я не стала сразу искать? Вы что, не понимаете, что маме плохо именно сейчас? У нее помутился рассудок. Она может что угодно сделать или сказать. Минутку, минутку. То, что может сказать твоя мама, тебя скомпрометирует, да? Я ничего не боюсь. Я не виновата. Не виновата в том, что мама потеряла рассудок. Не виновата в том, что произошла авария. И тем более в том, что она сделала раньше. Дело в том, что и до аварии у нее бывали умственные расстройства. Она бредила, болтала без связности. Спроси у дедушки. Такое было? Правда, правда? Без связности. Что она говорила? Субтитры создавал DimaTorzok